дорогой друг обратите внимание что они делают они впаивают кран под давлением но прежде использует специальное устройство для перекрытия воды в самой трубе что вы думаете я заказал себе тоже такую же приблуду под разные диаметры давайте посмотрим что это такое запах конечно сразу как будто китаец курил и упаковался это прям никотином воняет ужасно я заказал три насадки все это обошлось мне в тысячу рублей на 20 диаметр 25 32 на внутренние диаметры полипропиленовых труб почему важно именно на полипропиленовые трубы дело в том что для того чтобы полипропиленовые трубы сварить нужно абсолютно сухую поверхность вместо сварки так вот это приспособление позволяет перекрыть воду произвести сварку потом уже выкрутить ее безболезненно и перекрыть воду с помощью крана я вот так оделся это для того чтобы сейчас мороз на улице испытать ее поддержите это видео лайком и посмотрим идеально ли данное приспособление держит давление можно ли заварить кран либо резьбу друзья вот я вышел на улице на своей даче на улице минус 13 градусов мой зимний кран на котором я ранее рассказывал открывается вон он отсюда изнутри помещения открывается закрывается но не суть сейчас мы рассмотрим этот проект дело в том что вот эта штука должна будет задержать воду в этой трубе допустим я отрезаю засовываю откручиваю запаиваю потом через кран выкручиваю и все через кран выкрутил воду закрыл все заработал но здесь есть подвох я вам сейчас покажу поставьте лайк потому что улица мороз давление вот она пытается выскочить давление здесь у нас около двух бар это насосная станция квартире естественно может быть больше двух бар вот она держит а дальше я засунуть не могу обратите внимание как я должен вот этот сварочный аппарат туда засунуть ну допустим начну варить все мешает мешает она вы хотите сказать чтобы протокол и обратно дальше нет она дальше не идет упирается стенку трубы сейчас я выкручу и более подробно объяснить ситуацию и так чем же косяк вот это устройство недоработка например возьмем вот такую трубу у нас сюда-то свободно заходит вот это устройство даже если вот она впритык заходит но далее что у нас происходит мы под давлением толкаем и все она уперлась и вот эта гайка удлиненная мешает сварки трубы именно полипропиленовой с чем это связано в эту трубу он заходит туго 2 2 2 резиновое кольцо скорее всего не залезет и на примере растермовского набора я сейчас объясню вам у каждой трубы и весь вот такие обозначения и как мы видим вот эти трубы они разные толщина стенки у них разные чем толще толщина стенки тем вот это устройство менее работоспособны толщина стенки у этой трубы sdr 7,4 по-русски толщина стенки 2,8 миллиметра при общем диаметре 20 миллиметров сюда она заходит отлично но при этом даже то что заходит отлично вот вот этот ключ он не заходит туда мы не сможем его протолкнуть что говорить о других трубах у которых даже она туда залезть не хочет это не говорит что ростермовские трубы плохие это говорит о том что ростермовские трубы предназначены для каждой цели а вот это вот у них не доработка абсолютно не доработка что делать все существует труба холодная для холодной воды только у них толщина стенки вообще маленькая и сюда она вообще ну тупо не залазит возьмем другой диаметр вот я уже сюда его пропихивал засовываем он отлично заходит а если это произвести под давлением о боже ключ заходит и мы там его можем вращать соответственно перекрыть воду вот там она как изнутри выглядит но тут опять возникает подвох а какой именно подвох даже если вам удалось вот так вот его засунуть закрутить как-то края опаять или применить удлиненные насадку на сварочный аппарат они есть такие в продаже как вариант можно ее применить перекрыли воду дальше что вам надо взяли сварочный аппарат нагревает экран допустим да заварили и вам необходимо выкрутить ее тут вот такая штука этот ключ он должен пройти мимо этого крана а он не проходит не пройдет то есть ваша штука запаялась там осталось что необходимо выяснить перед тем как запаять краны они должны быть полнопроходные вот для этого диаметра полнопроходной кран вот такого типа здесь он проходит есть немного зауженные краны этого такого типа вот это приблуда их ключик там не пройдет в итоге что получается получается что дороба сырая недоработанная штука вышла в продажу и ноги на ней обожгутся поэтому я вам рассказываю что да как вообще требует доработки вот эту гайку можно уменьшить правильно и диаметр ключа уменьшить можно сделать можно и тогда и через кран пройдет и в трубу горячее водоснабжение отлично залезет ну смысле вылезет вот этот ключ и залезет и вылезет если он будет не десятка восьмерка например надо дорабатывать ребята из китая почему-то это не доработали не учли вот этот момент ставь лайк этому видео надеюсь я что-то полезное вам рассказал возможно я сам доработаю в будущем подпишитесь на канал